Медиагруппа Авангард представляет СОК — это парадигма. Это не решение, это не какой-то стандарт или набор просто фиксированной технологии или какая-то коробка, в которую все пытаются вписаться. Это, в моем представлении, это изменение парадигмы того, как подходит безопасность. Сейчас вообще тема СОКов, она покрывает огромное количество вопросов. В связи с этим здесь есть о чем поговорить, есть куда развиваться. Появилось больше тем, которые интересно слушать, потому что люди говорят про реальную практику, уже набитые шишки, реально сработавшие или не сработавшие какие-то подходы, чего, объективно говоря, в предыдущие годы было сильно меньше. Но и это нормально, то есть тема развивается, нарабатывается практика и уже есть о чем поговорить, и это действительно интересно слушать. Вот я в этом году для себя отметил, что этого стало действительно достаточно много. У нас здесь традиционно, опять же, разные форматы участия. Во-первых, конечно, у нас есть стенд для того, чтобы можно было показать, что мы делаем, причем не в виде каких-то просто печатных материалов, а вживую посмотреть продукт. Нам можно подойти и задать вопросы, провести даже какую-то мини-презентацию, может быть. Я участвовал в модерировании секции по такому обсуждению честных различных моментов, возникающих в деятельности СОКов. Вчера у нас было выступление на тему автоматизации в целом, автоматизации security operation центров и вообще автоматизации деятельности, которые ведут специалисты по информационной безопасности. Мы рассказали то, как мы это видим по текущим проектам, что происходит у компаний сейчас, куда они смотрят и куда, в принципе, вообще это может развиваться. Зрелость растет, появляется все больше компаний, которые набили определенные шишки, либо создали свой СОК, либо выстроили правильную коммуникацию с подрядчиком, поставщиком сервиса. И, соответственно, в перспективе пяти лет это уже будет такая тема не столько про хайп, сколько про конкретные проблемы, вопросы. И, может быть, даже уже где-то немножко скучно, если можно так сказать, потому что уже будет наработан достаточно серьезный опыт у многих участников рынка. Однозначно сказать, что да, мы стали защищенными, или нет, мы стали менее защищенными, пожалуй, нельзя. Что я бы отметил, как, ну, в общем, явную тенденцию, это то, что и законодательство по КИИ, и вот эти все последние инициативы привели к тому, что однозначно вопросам информационной безопасности стало уделяться гораздо больше внимания. Топ-менеджмент компании, руководители компаний осознают потребность в этом. В общем, специалистам по информационной безопасности проще доносить потребность в том, что необходимо выполнять те или иные мероприятия, обеспечивать безопасность, соблюдать требования законодательства и так далее. В этом смысле стало проще. По-прежнему остается вопрос того, что нужно обосновывать бюджеты и вот работать с руководством, но, по крайней мере, общаться стало проще. Это вот та тенденция, которую я сейчас вижу, и, возможно, она придет к тому, что в какой-то обозримой перспективе все же общий уровень защищенности компаний, он повысится. Тема КИИ, надо понимать, что она очень сложная и она очень долгоиграющая, очень медленно раскручивается, и эффект от него можно будет увидеть, ну, по моим ощущениям, лет через 10. Промышленные объекты, где много своей специфики, где вопросам информационной безопасности не только у нас, а вообще в мире уделялось не так много внимания, да? И это очень инертная отрасль в силу разных обстоятельств. Поэтому я говорю, что это очень долгоиграющая тема, нельзя ее оценивать так, что вот закон вроде принят, а как бы, а стало ли вдруг резко лучше? Резко точно не будет. Любой нормальный специалист по информационной безопасности понимает, что безопасность – это процесс. У нее нет какого-то конечного результата «сделал и все». Поэтому, как бы, если у кого-то случаются иллюзии, что я сейчас что-то могу сделать и на этом все, с ними нужно распрощаться. Мы проводили небольшое голосование среди аудитории. Помогла ли тема КИИ вообще продвинуть вопросы информационной безопасности в компании? Большинство ответили «да, помогла». И вот это вот, наверное, к тому, что тематика КИИ, она облегчила жизнь специалистов по информационной безопасности вот в этом вопросе. Это еще один кирпичик, там камушек в общую структуру, потому что уже были законно-персональных данных. Есть работа, которая идет в Центральный банк по вопросам финансовой безопасности. И сейчас он начинает работать не только с банками, но и не банковскими. То есть это с разных сторон идет движение о том, что необходимо повышать уровень информационной безопасности, поэтому здесь скорее КИИ как этот дополнительный элемент. Большинство компаний, которые, в принципе, начали сейчас что-то делать на этот счет, они находятся в стадии, когда они проводят инвентаризацию своих объектов, их категорирование, вообще пытаются сформировать у себя понимание того, что им нужно делать. И вторая задача, это, собственно говоря, выставить процесс реагирования на инциденты для того, чтобы выполнить требования, связанные с отправкой инцидентов в Госсопку и вот этим вот всем. И поэтому я вижу сейчас большое количество активности в этом направлении со стороны промышленности, со стороны нефтегазового сектора. Если у вас более-менее большая инфраструктура, распределенная по стране, с десятками, сотнями объектов, то без какой бы то ни было системы автоматизации и консолидации этой информации работать с этим эффективно просто не получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова